Библия говорит Действительно очень хороший вопрос. И я думаю, что человек, который его задает, скорее всего, где-то пересекался с материалами. Известной программы Кором Део, которая, наверное, единственная, с которой мне приходилось встречаться за последние годы, представляет отношения человека с идолами именно в форме завета. Кстати, у нас по этому поводу есть интервью, которое мы брали с руководителями этой организации, в которой много хорошего, много ценных вещей, которые они преподают. Но вместе с тем их взгляд на этот вопрос не соответствует тому, как Библия его представляет. Кстати, у нас ссылка на этот материал, она будет под этим видео, так что вы можете пройти и посмотреть, если это вас интересует более глубоко. И там мы детально касаемся вопроса заветов и с чем это связано. Заметь, что в этом стихе, который процитирован здесь, здесь не сказано о завете. Здесь сказано о дружбе с миром. Есть вражда против Бога. Но не сказано о завете. В действительности, отличие христианина настоящего как раз и заключается в том, что он становится участником нового завета. Этот завет, который заключен Богом с Иисусом Христом и в Иисусе Христе со всеми спасенными на Голговском кресте. И этот завет включает в себе обещание и посвящение. Посвящение, которое христианин выражает, заповеданное Иисусом Христом, чтобы оно было выражено в крещении. Крещение символизирует человек, когда он погружается в воду, он символизирует, что он умер для своей грешной жизни, когда его поднимают из воды, это символизирует то, что он воскрес для новой жизни. Это завет. Это завет. Это завет, о котором человек сознательно свидетельствует. И мы спрашиваем его, веруешь ли? Веруешь ли ты в то, что ты умер для греха в Иисусе Христе? Веруешь ли ты в том, что Христос, ты посвящаешь Христу свою жизнь? Вот это завет. Нет, я не видел христиан, которые дают завет идолам. Я посвящаю себя такому-то идолу. Не видел я таких христиан. Если человек делает это, он не христианин. Очевидно, что он не христианин. Если он посвящает себя каким-то масонским, или я не знаю еще где эти, практикуются такие ритуалы посвящения. Или сатанинским тем более, каким-то организациям. Но что происходит с христианами? С христианами происходит, когда они, находясь в завете со Христом, они увлекаются какими-то земными вещами, которые, по сути, и являются идолами. То есть, когда источником радости человека становится не Христос и то, что он дает душе, а какие-то греховные удовольствия. Вот в этом смысле человек поклоняется идолу. Он находится в завете со Христом, но он на каком-то этапе, на каком-то период увлекается идолом. Апостол Павел говорит об этом достаточно хорошо в 3 главе 1 послания Коринфян. Он говорит следующее. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по-человечески ли поступаете?» «Ибо когда один говорит, я Павлова, я Аполлосов, то не плотские ли вы?» То есть, апостол объясняет, что это верующие люди, которые спасены Христом. Но они в практических действиях, в части своей жизни, исходят не из того, что их новая природа определяет, к чему она их влечет, а из того, что является импульсом побуждения их плотской природы. А эта плотская природа, она утверждает себя вместо того, чтобы покоряться Христу Иисусу и находить в этом удовлетворение. И вот возникает такая ситуация, здесь, в которой он говорит, смотри, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. То есть, он признает, что они во Христе, но они еще не выросли в достаточности, чтобы побеждать свои плотские устремления. Вот почему он и говорит дальше о необходимости этого роста, каждый смотри, как строит и так далее. Он говорит об этом процессе. То есть, в действительности верующий человек, он может поклоняться идолам по причине того, что он где-то не бодрствует, где-то находится под влиянием своей плоти. Но это всегда будет временное явление, которое побеждается возрастанием его духа в Иисусе Христе. Вот почему в 6 главе послания к римлянам апостол подробно объясняет, как это рост осуществляется, где он говорит о том, что consider yourself, или же думайте о себе как об умерших во Христе и как воскресших для новой жизни. Это и позволяет христианину иметь рост, который необходим для победы над идолами. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Друзья дорогие, оставайтесь с нами. В следующей программе поговорим о том, может ли женщина публично говорить в церкви. На сегодня все. Храни вас Господь. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слова.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp. Плюс 1-360-977-21-82. Или по адресу электронной почты – письма-собака-слова.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!